Добрый вечер, уважаемые журналисты! Начинаем нашу конференцию. Валерий Константинович Белоусов, команда «Трактор». Том Роу, Дмитрий Юшкевич, команда «Локомотив». Сегодня у вас в гостях. Ну, у ребят из «Трактора» не удалось поздравить. Сегодня, Валерий Константинович, от ярославских болельщиков, от ярославских журналистов с прошедшим днем рождения. Это ветеран тренерского цеха нашего отечественного хоккея. Всех благ, здоровья и много-много спортивных удач. Спасибо вам за хоккей, спасибо вам. И еще мы помним, как вы были и игроком «Трактора», и тренером во многих командах. Всего вам самого доброго. И сегодняшняя встреча, пожалуйста. Спасибо. Поздравляю «Локомотив» с победой. По своей команде хочу сказать, что мы, в общем-то, неважно сыграли первый и второй период. В третьем периоде, в принципе, раскачались. Проигрывая 2-0, надо было идти, сравнивать счет. Поэтому просили ребят сыграть активно, что, в общем-то, они и сделали. Ну, немного не повезло. У меня все. Спасибо. Я думаю, мы провели хороший первый период, провели вот так, как мы хотели. Агрессивно, активно. Много шайб мы довели до ворот соперника. Соответственно, забили гол. В третьем периоде, мы came off of it. В третьем периоде соперник забил одну шайбу, и мы немножко перестали играть, так как до этого играли, немножко опустили головы, начали играть неуверенно. Нам нужно учиться играть и выигрывать игры, ведя в одну шайбу. Не бояться играть по системе, мы должны понимать, что система, правильная игра дает нам результат. Если мы от нее будем отходить, то у нас не будет положительного результата. И выиграть в этой лиге, я уже много раз говорил, тяжело, вся команда очень хорошая. Обыграть такую команду, как «Трактор», это хорошо. И то, что мы начали после перерыва с победы, это тоже очень хорошо. Ваши вопросы, пожалуйста. Да, Сергей. Мистер Роу, с победой. Вот какой вопрос. Это здорово, что Галимов, Анисимов и, соответственно, Плотников забивают и боли в каждой игре. Я занимаюсь несколько матчей подряд, но мы не считаем, что Анима Тракома становится немного зависимой от ималов. Да. Да, я имею в виду, Анисимов в лайн-скорс, потому что они держат это очень просто. Анима Тройка Анисимова забивает очень много голов, и это очень хорошо. Они играют в простой хоккей, они играют в жесткий, агрессивный хоккей, создают моменты в зоне атаки. Нет, мы не переживаем, что одна тройка забивает. У нас много хороших игроков, которые тоже будут забивать. Просто некоторым тройкам, остальным тройкам нужно сыграть более просто в атаке. Валерий Иванович, присоединяюсь с поздравлением, которое уже пересказано. У меня вопрос общего характера. Как вам и вашей команде играть здесь, в Ярославле, по атмосфере, ну и, собственно, против команды как локомотив, как уставившегося коллектива? С точки зрения атмосферы, с точки зрения уже как локомотива, как новой команды, которая строится в этом году. Может быть, даже по атмосфере что-то есть более сложный момент, чем... Болельщики очень молодцы, приходят поддерживать свою команду. Болеют очень хорошо, атмосфера хорошая. В принципе, я всегда приезжаю с большим интересом в Ярославль. Хороший город, красивый город, и, в общем-то, люди хорошие. Я думаю, что эта команда, которая сегодня есть, она большое будущее в этой команде. Еще вопрос. Том, прокомментируйте отсутствие в составе Петрова и Яковлева. Ничего не вредит с Яковлевым. Мы имеем много форексов, мы имеем много соревнований, мы имеем много соревнований для айс-тайма. Он был один из-за того, что сегодня, и Петров, вы знаете, у него есть небольшая, небольшая травма. Мы просто нужно ему дать немного rest. У Юрия Петрова небольшая травма, небольшая, поэтому, наверное, лучше в интересах и Юрия, и команды, мы были вынуждены дать ему сегодня отдохнуть. По поводу Егора, отсутствия Егора в заявке команды на игру, могу сказать только одно, у нас сейчас большая конкуренция в линии обороны, поэтому некоторые защитники каждую игру будут получать отдых, который им необходим, чтобы играть стабильно. Всем спасибо, до новых встреч. Продолжение следует...